В марте месяце на моем канале вышло видео о накопителе Asgard AM3. Кто не видел обзор, подсказку вы сейчас видите вверху. Так вот, компания Asgard выпустила новый накопитель красная серия с контроллером от компании Starbase Star1000UP. Что нам обещает продавец? AM3 плюс SSD это высокоскоростной твердотельный накопитель с высокой производительностью и низким энергопотреблением на основе контроллера Star1000UP, который ускоряет работу компьютера, повышает эффективность работы и позволяет наслаждаться играми. Высокая скорость записи и чтения, более низкое энергопотребление, 5-летняя гарантия, режим передачи PCI-Express 3.0 x4 и по тестам скорость 3400 на 3000 Мбайт в секунду. Поддерживает 64-слойную 3D нам технологию, которая имеет лучшую производительность. Имеет двухслойную конструкцию, а верхний слой состоит из ребер, которые могут быстрее охладиться и замедлить рост температуры. Вкратце мы познакомились, что это за накопитель. Ссылку на продавца я оставлю под видео, а вы не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Переходим к распаковке и тестам. Накопитель был упакован в прочную коробку, так что даже сама упаковка приехала не примятой. Комплектация стандартная, сам накопитель, макулатура, отвертка и болтик. С одной стороны типа радиатора, с другой стороны серийник и краткая спецификация. Ну и понятное дело, где был изготовлен. Устанавливаем системник, ну и первый запуск, как вы видите, определился без проблем. Сейчас установлю операционку с дровами и будем разбираться с накопителем. Сразу отвечаю на ваш вопрос, за сколько грузится Windows? Как видите, загрузка за 11-12 секунд. Это учитывая то, что оптимизацию программ я не делал и у меня подключен еще один накопитель и жесткий диск. Первый вопрос, который меня интересует, какой контроллер здесь установлен? Я перепробовал все программы, включая профильные. Ни одна программа не показала, какой контроллер. И опираясь на эти данные, то можно предположить, что контроллер от компании StarBlaze. А вот какой именно, будем разбираться дальше. И вот первое доказательство того, что установлен контроллер Star1000P, а не устаревший Star1000. CrystalDiskInfo показал поддержку NVMe 1.3, а Star1000 поддерживает только 1.2. Общая емкость накопителя 952 гигабайта. Этот контроллер поддерживает 8 каналов флеш-памяти, емкость до 32 терабайт и достигает скорости 3-3.5 гигабайта. Снижение энергопотребления до 2 ватт и датчик температуры на кристалле. За все время эксплуатации температура не поднималась выше 48 градусов. Дополнительное охлаждение не устанавливал, но впереди ждут серьезные тесты и посмотрим, что же будет с температурой. Начинаем с синтетики. Я сделал два раза подряд тесты в CrystalDiskMark и получил вот такие результаты. В первом тесте чтение 3567, запись 2974. В повторном тесте чтение 3568, запись почти 2981. Как видим, результаты практически не отличаются. Следующий тест. Agio Video System. Чтение 2327, запись 2751. От синтетики переходим к реальным тестам. Копируем файл 36 гигабайт с жесткого диска на накопитель. Скорость копирования от 70 до 120 мегабайт в секунду. Время копирования 5 минут 37 секунд. Второй файл будет побольше, а именно 137 гигабайт. Скорость копирования была в пределах 90-130 мегабайт в секунду. Время копирования 19 минут 54 секунды. А дальше мы продолжим тест внутри диска. Первый файл 36 гигабайт. Здесь много мелких и крупных файлов. На копирование потребовалось 33 секунды. Скорость копирования в среднем 1,1 гигабайта в секунду. Ну а дальше настоящее испытание. Файл 137 гигабайт. Скорость проседала до 60 мегабайт в секунду. И на копирование ушло 6 минут 37 секунд. Самое интересное, что температура не поднялась выше 48 градусов. Ну и еще один очень серьезный тест. Программа IPC Mark 10. Вы можете установить себе на системе этот тест и сравнить результаты. Будет хорошо, если напишите свои результаты в комментах. Так вот, после теста температура не поднялась выше 48 градусов. Как всегда, выводы. Первое. Компания Asgard производит качественную продукцию. Браки проблемы в процессе эксплуатации, конечно же, бывают. И уменитых производителей. Второе. Синий Asgard у меня в системе уже 9 месяцев. И каких-то проблем в работе не было. Да, не работает датчик температуры. Вот и вся проблема. Пройдет год, я сделаю еще один обзор по этому накопителю. По поводу красного Asgard, честно говоря, даже и не знаю, есть ли у него конкуренты. Если сравнивать цена, качество, производительность, конкурентов я не нашел. Учитывая, что он без дополнительного охлаждения и температура не поднималась выше 48 градусов. Этот накопитель можно смело устанавливать в ноутбук. Ну и естественно в системник. Я не показывал копирование маленьких файлов на 20-30 гигабайт, так как такой он проглатывает просто за несколько секунд. В итоге у компании Asgard получился отличный продукт по очень привлекательной цене. Так что хотим сэкономить. Ссылочка внизу. Алиэкспресс нам в помощь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok